Ну а мы, как и обещали, возвращаемся в студию вместе с двумя замечательными, красивыми госями. Екатерина Завинкова, ветеринар-орнитолог и ее волнистый попугайчик Цветочек. Доброе утро. Здравствуйте. Цветочек. Расскажите, пожалуйста, про вашего питомца. Сколько ему лет? Что это за порода? Это обычный волнистый попугайчик. Ему пошел второй год. Достался он мне случайно от моих же клиентов. У них была непутевая мама, которая выкидывала птенцов, неслась круглогодично. И я его сначала взяла на лечение, на выкармливание. И дома моя мама к нему уже привязалась, сказала, что его не отдаст. И клиенты мне его подарили. И с тех пор они с мамой лучшие друзья. А как часто вообще люди заводят в Красноярске себе дом попугайчика? Потому что вы договорите привязаться. Мне казалось, что привязаться можно только к котику. Ну да, это часто заблуждение такое. Ну, практически, как мне кажется, что в каждой, в пятой, в десятой семье всегда либо был попугайчик, либо он сейчас находится. Очень часто приходят на прием с попугайчиком только. Ну, то есть это распространенное животное дома. Ну, а вы, я думаю, как специалист по этому виду животных, мы можем поучиться у вас, как ухаживать за ними. Вот вы к нам приехали вместе с клеткой. Расскажите, что в ней обязательно должно быть. И каких размеров оно тоже должно быть? Размеры зависят от того, насколько есть возможность дома отпускать птицу. То есть, по-хорошему, когда человек заводит, ну, неважно, какого размера птичку и какую птичку, он должен понимать, что он ее должен выпускать дома на свободный вылет. То есть она не должна постоянно сидеть в клетке, и от этого уже зависят размеры. У меня, несмотря на то, что он часто летает по дому, все равно клетка ему досталась довольно-таки для него большая. Самое главное, чтобы, ну, опять же, большую часть времени он проводит в клетке или нет, это большое количество различных игрушек. Да, вот мы видим, они все звенят такие, цветные. Да, то есть все цветное, все звонкое. Есть такой момент при покупке игрушек, что нужно избегать игрушки зеркалами, если попугайчик, у него одиночное содержание, и игрушки, имитирующие самих же попугайчиков. А почему? У меня просто знакомые, они, наоборот, зеркальце ему повешали, он там всегда долбится. Они зачастую их начинают воспринимать либо как партнера, либо как друга. Они к ним относятся всей любовью, кормят их часто. Ну, по итогу, ни искусственный попугайчик, ни отражение им ничем не отвечают. И они очень склонны к состояниям депрессии. И, то есть, это может нанести существенную травму для души. Вау. Обалдеть! А вот есть же попугайчики неразлучники, что они действительно вот так прям переживают? Да, и потерю своего партнера они могут сами вплоть до гибели, либо до глубокой депрессии. И вплоть до лечения настоящими антидепрессантами. Вау. Давайте о хорошем. А ваш попугайчик говорит? Вообще, да, он болтун. Но сейчас он, я думаю, что очень сильно перепуган. Стесняется? И стесняется. И чтобы его разговорить, надо, конечно, с ним поиграть, позвенеть, разговорить его. Но бывает, что на это уходит много времени. И, как правило, словесные... Но он говорит на своем, на попугаевом. А что касается человеческого языка? Человеческие слова, он все повторяет. Он, на удивление, знает довольно-таки много слов. Учит новые. И, как правило, когда ложишься спать, на него накатывает. И он безумно потраторит, потраторит. И как раз вот в такие неподходящие моменты. Мы продолжаем общаться с птицами, налаживать с ними контакты. Катерина, вы же тоже отчасти орнитолог, ветеринар-орнитолог. Расскажите, какие правила содержания вот именно домашних птиц, таких как попугаи? Ну, естественно, как и у других животных, первый момент – это момент питания. Частая ошибка – это то, что попугаи питаются одним зерном и считают, что им это достаточно. На самом деле зерновая смесь – это только должно составлять 40-50% суточного рациона. А с осталью? У него должны быть фрукты, овощи, то есть им нужно максимально приблизить рацион именно к их природному. Что еще обязательно нужно делать? Купать, вот вы говорили. Да, про купание. Про купание. Там очень много уловок. Есть, продаются и специальные купалки, но, как правило, попугаи в них не купаются. И приходится находить всякие уловки. У кого-то купаются просто в их кружечках, в обычных чайных, кто-то купается именно, когда слышит звук воды под краном. То есть, если попугаи не купаются, то надо просто найти их какой-то способ. То есть, ему нужно предоставить в разных формах воды, он сам уже дальше все сделает? Конечно, потому что у них кожа и перья очень важно поддерживать именно влажность. И когда влажности недостаточно, у них начинаются всякие проблемы с кожей. Он просто огромнейший интриган, потому что, как только выключилась камера и пошел в сюжет, он нам тут песни запевал. Игрался с игрушками. Как только камера включается, все сразу такое скромненький, хорошенький. Это всегда так? Или он сейчас засыпает уже? Нет, конечно, как закон подлости, что когда нужно, он молчит. А расскажите вообще, как можно научить попугаи говорить, тем более вот такого волнистого? Потому что все же считают, что Жако, Ара, вот эти в основном разговаривают. Ну те, да, те, конечно, чемпионы по болтовне, но на удивление они, ну, по крайней мере, он у меня очень быстро начал разговаривать. У него есть любимые песни. То есть по большей части мама с ним находится дома, и она с ним разговаривает. Кас Михайлов? Нет, это, если не ошибаюсь, 80-е, 70-е годы, всякие аба, арабески, да. У него там... Подборочка, трек-лист. Да, мама ему включает, разговаривает, и ты сам уже становишься как попугай, повторяешь, повторяешь одну и ту же фразу, и потом в прекрасный какой-то день он тебе ее выдает. Он живет у вас с какими-то еще животными? С котами, с собаками? С тремя собаками. С тремя? Да. И как они с друг другом контактируют? Не дерутся? Опять же, на удивление, он их построил, он пытается на них кататься, они его боятся. Как только он садится им на спину, они убегают. То есть они его боятся, а ему с ними хочется общаться. А как-то их вот речь, может быть, он тоже уже научился про дериферикацию? Да, это первое, что он научился делать, это гавкать. Может быть, они, значит, скоро договорятся как-то на этой музыке. И будет такой токсистический... Альфа-самец, да? Вообще удивительно, удивительно, я не знала, правда, что волнистые попугайчики тоже такие способные и умеют разговаривать. А когда поет, он попадает в ноту? Или как это? На что это похоже? Или это такая... Он не сказать, что шибко поет, он насвистывает. Из-за того, что музыка тоже играет громко, то есть под тихую музыку он бывает, что не реагирует. Как только делает чуть погромче, опять же, как назло, он начинает что-то тарабанить, и при этом его самого плохо слышно, потому что музыка громко играет. Ну, опять же, чтобы птица начала разговаривать... Это как с ребенком, да? Это абсолютно, да, как с ребенком. И тут зависит полностью развитие интеллекта. То есть продаются специальные игрушки, приспособления. То есть надо работать не только над речью, а именно над развитием интеллекта. И, естественно, чем он развитие, тем и больше слов, и быстрее запоминает. А как у них вообще вот сравнение с собаками, с кошками? Ну, не сказать, что они, конечно, много умнее, но ни в чем не уступают. Очень сообразительно. Я уверен, что сейчас многие родители смотрят с маленькими детьми нашу программу. И уверен, что многие дети скажут сейчас, вау, 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 скажи, мама, давай заведем все-таки попугайчика. Брать его лучше маленьким или уже взрослым? Ну, конечно, лучше маленьким. Ну, не скажу, что вообще для ребенка. Ну, смотря какого возраста. Главное объяснить ребенку, как с ним правильно обходиться. Потому что зачастую самая такая распространенная ошибка, то, что дети их начинают трогать именно вот так, что целиком брать. Это делать нельзя не просто владельцам, там, не детям так их заляпывать. То есть есть специальные упражнения, все базовые, которые должен выполнять попугай. Это команда вперед, когда он садится на пальчик. И, то есть все, должно быть общение только вот на контакте с ножками. Ну, вот так их трогать нельзя. Спасибо большое. Напоминаем, у нас в гостях была Екатерина Сливенкова, ветеринар-орнитолог. Рассказала нам сегодня, как ухаживать за домашним попугайцем. Мы вообще приоткрываем, для вас, дорогие зрители, завесу, тайну мира птиц. А их, между прочим, больше 10 тысяч видов.